На Кольской улице столкнулись две машины. Водители и пассажиры одной из них поспешили удалиться с места происшествия. Кто выехал навстречу? И зачем убегать, если не виноват? Версии и выводы нашего адвоката на дороге. Водитель скрылся с места происшествия сразу после аварии. Второй участник ДТП свалил всю вину на него. Но наш адвокат усомнился в правдивости этих обвинений. Две машины от удара разлетелись по дороге улицы Кольской. Водитель одной из них, Жигулей 99-й модели, терпеливо ждал, когда приедут сотрудники ГИБДД и зафиксируют факт ДТП. Другого участника аварии на месте не оказалось. Водитель ушел. Потом они двое еще сзади были. Одна женщина и один мужик. И они тоже ушли. Водитель 99-й рассказал, что уже практически переехал мост через Яузу. Как и Мерседес, двигавшийся во встречном направлении, почему-то решил занять и встречную полосу. За сколько увидели Мерседес-то? Ну, уже рядом был. Ну, метр пять или шесть. Как утверждает этот молодой человек, он пытался уйти от столкновения, но безуспешно. От удара кузов Жигулей переломился пополам. Мерседес отбросила в сторону. Машина врезалась в железнобетонный отбойник, отскочила от него, пересекла трассу. Остановить Мерседес смог лишь отбойник на противоположной стороне. Пострадал пассажир в 99-й. Водитель и пассажиры Мерседеса поспешили уйти, бросив автомобиль. В каком состоянии физическом находился водитель? Физическое состояние? Ну, пьяный. А почему вы решили, что пьяный? По каким признакам? Ну, видно было по лицу. Наш адвокат осмотрел место происшествия, насторожило его положение 99-й после аварии. Если бы столкновение произошло на полосе, по которой ехали Жигули, то автомобиль должен был на ней и остаться. Вполне возможно, что молодой человек лукавил, поясняя причину аварии. И навстречку выехал, скорее всего, именно он. Но в любом случае водитель Мерседеса будет нести ответственность за то, что покинул место происшествия. Версия водителя девятки не безупречна. Под сомнение ее ставит финишное положение автомобилей и характер повреждений. При боковом ударе в правую переднюю часть Мерседес должен был сместиться влево и сойти с полосы движения. Однако оставлением места ДТП водитель Мерседеса лишил себя возможности заявить эти доводы и фактически навлек на себя ответственность.